Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа Нота Бене. Обратите внимание, я ее автор и ведущая Анна Лопатина. Сегодня у нас супер день, потому что в гостях в студии врач-психотерапевт, очень занятой человек и очень нужный людям человек Владимир Нужный. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Здравствуйте, Анна Борисовна. Здравствуйте. Можно просто Анна. И мы Владимира Дмитриевича будем по-хорошему пытать на тему психосоматика и на тему сила жизни. В чем же сила жизни, брат? И поэтому в студии два брата. Михаил Леонтьев, предприниматель и атлет. Евгений Леонтьев, журналист и психолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Михаил. Ребята, Вы будете нам помогать задавать вопросы, такие, которые волнуют, на мой взгляд, всю молодую публику, молодых ребят. И почетное право задать первый вопрос, предоставляете Михаилу Леонтьеву. Спасибо. Владимир, существует такое мнение, что все болезни возникают ввиду психологических расстройств. То есть в душе, в мыслях, в подсознании. Как Вы согласны с этим мнением? Да, я согласен с этим на 100%. Поскольку в своей работе я встречаюсь с тем и ощущаю это, и на это так вот смотрю, что душа человека, она живет в теле. И у души человеческой есть возможность в этом мире действовать только через и с помощью тела. И когда у души есть направление, есть порыв, есть движение, которое называется любовь, и когда вот это движение человек останавливает, останавливает, то есть он не действует по своей душе, то тогда возникает в теле напряжение определенного рода, мышечное напряжение, которое люди называют блоками, тяжестью, ощущают как усталость, как потеря энергии, потеря сил. И в результате этого возникает застой этого напряжения в теле, и с течением времени сначала человек ощущает просто тяжесть, ощущает усталость, ощущает сжатие, ощущает блоки. А затем нарушается сначала функция органа с течением времени, если человек постоянно находится в ситуации напряжения, хронического стресса. А затем, естественно, эти функциональные изменения являются причиной изменений уже органических. И в результате этого энергия, естественная энергия жизненная из тела человека, она не течет свободно, и возникают уже изменения, не только функциональные изменения в органах и тканях, которые диагностируются уже людьми, ощущаются и определяются врачами как диагнозы и как болезни. — Игорь Владимирович, тогда что есть любовь? Это любовь просто между мужчиной и женщиной? Или это любовь, это в принципе, я не знаю, какое-то более широкое понятие? Что вот Вы вкладываете в слово «любовь»? — Мне нравятся слова Игоря Калинаускаса. Я человек, и я создан человеками. И поскольку я создан человеками, то есть сила, очень глубокая человеческая сила, которая называется сила рода. То, что идет по роду, жизнь. Жизнь идет от человека, человеку из поколения в поколение. И любовь, она переводится, это слово переводится очень просто, она переводится «люди Бога ведают». И вот эта сила, она течет сзади, от более больших к более маленьким, она течет. Жизненная энергия, жизненная сила. Она еще называется вниманием, она называется телесным прикосновением. Внимание, когда люди смотрят друг на друга, улыбаются, чувствуют. Любовь — это вдохновение, это вдох, это жизнь. И она передается, и ее человек берет от родителей. И берет от своего рода. Через внимание, через прикосновение, то, что я говорил. И если человек не в полной мере берет эту жизненную энергию, по разным совершенно причинам, то тогда запас жизненной силы у него меньше. Те, кто больше взяли любви от родителей, кому больше дали? У тех больше запас сил. Это как богатство, это ресурс, который человек потом может вкладывать в какие-то дела, события, движения вперед. Конечно, потом, естественно, это любовь между мужчиной и женщиной. Это любовь мужчины к женщине, любовь женщины к мужчине, в результате чего зарождается новая жизнь, взрыв такой вселенной, новый. Зарождается новая жизнь. И это все в глубине, это все энергия, которая течет, которая движется. И ученые, они как-то посмотрели, сфотографировали. То есть зарождение новой звезды и зарождение новой жизни, они примерно, фотографиями они одинаковые. То есть это зарождение новой вселенной в животе у мамы. Это тоже колоссальная энергия. И любовь это сила жизненная, которую человек направляет куда-то. Он движется, это туда, куда человек движется всей душой. Тогда человек чувствует любовь свою к другому человеку, любовь к своему делу, любовь к жизни, ну естественно, любовь к себе в первую очередь. Здорово. А вот скажите мне, нарушение этих законов, вот этого естественного течения любви, куда человек ведет, предположим, ведет его сегодня дорога на нелюбимую работу. Да. Чревато? У меня была ситуация давнишняя, во время работы, когда женщина приходит и говорит, у меня болят ноги. Я спрашиваю, когда болят ноги? Она говорит, утром, днем, вечером. Она говорит, утром болят ноги, а днем и вечером не болят. Естественно, следующий вопрос. Я спрашиваю, болят ноги, когда ты сидишь или когда ты ходишь или когда ты стоишь? Она говорит, когда я хожу. Следующий вопрос какой? Куда ты ходишь утром? Она говорит, я хожу на работу. Мне не нравится моя работа, но каждое утро я хожу на работу. И следующую фразу она говорит ключевую, у меня ноги туда не идут, ноги не идут, душа не идет, естественно, силой воли человек заставляет, это такая негативная воля, которая направлена против себя, против своей души, против своего тела, человек заставляет себя, ноги отказываются туда идти, они начинают болеть. Вот, когда ситуация на работе выровнялась, когда она ее выровняла, и когда я стала, ну там была причина, по которой она не хотела ходить на работу, когда она эту причину выровняла сама, ну с помощью интенсива, с помощью работы психотерапевтической, она эту ситуацию выровняла, и у нее ноги болеть перестали. То есть человек, опять же, это у меня просто, понимаете, через все эфиры идет, беря ответственность на себя, может повлиять на ход развития ситуации. А человек, когда он не то, что берет ответственность на себя, а когда он отвечает, отвечает, ответственность это очень простая штука, когда я могу и я способен отвечать, кто это сделал? Я это сделал. Я отвечаю на то, что мне предлагает мир, я отвечаю словом, либо действием. И либо я отвечаю сознательно, либо отвечать все равно приходится по факту. Ну, чем я плачу? Я либо плачу временем, я либо плачу, там, лучше платить временем, силами, то, что я вкладываю в себя, либо я плачу своим здоровьем потом. И когда я отвечаю на то, что мне мир предлагает, я действую, я живу, и я говорю, я это делаю. Это не кто-то со мной делает, а это делаю я. Тогда человек может исцелить, даже если у него есть заболевания, любые заболевания человек может исцелить. У меня есть случаи, когда люди исцеляли, излечивались, и это подтверждено диагностически, там, первую, вторую стадию онкологического стадии, стадию рака. Я не говорю уже про бронхиальные астмы, гастриты, то, что, ну, вот врачами уже там доказано, что это является психосоматическими заболеваниями. Когда человек выравнивает свое состояние, состояние пространства, в котором он живет, состояние дома, семьи, близких, на работе, когда он стрессовый фактор не просто исключает, а использует во благо себе, реализует его, то тогда жизнь расцветает в человеке очень глубоко. Я вот что еще хотел спросить, а как быть школьником? Смотрите, то есть человек еще может поменять свою нелюбимую работу, на которую он не хочет ходить, но для школьника, он считает, 11 лет учится, ходит в школу, каждый день одни и те же люди, то есть это большой стресс, там, где-то, очень много стрессов в ситуациях, где он не может сам выйти. Домой приходят, родители спрашивают, там, что случилось, он говорит, ничего не случилось, и в школу не хочет идти, это же не просто так ведь, и в итоге к 11 классу у него вполне могут быть такие психические расстройства, а как ему помочь, кто должен в этом? Здесь очень много разных факторов, но первый и самый главный, по моим ощущениям и знаниям, это семья. То есть, когда у человека есть семья, когда у него за спиной есть папа и мама, тыл, то это то ощущение, которое человек несет вместе с собой в школу, и когда его дома любят, принимают любым, с двойкой, без двойки, с пятеркой, без пятерки, когда оценивается не он сам, а его результаты, это разделяется, есть ты, а есть результаты твоего труда. Ты, априори, чудесный человек, результаты твои, они могут быть такими, такими, такими. И когда человека в семье видят, человека в семье принимают и ценят то, что ценно для него, то что называется про попросту любовь и принятие, то тогда он идет в школу спокойно, у него там за спиной, если представить, у каждого из нас за спиной есть папа, мама, бабушки и дедушки, это семья, семья. А есть еще род, прадедушки и прабабушки, и человек идет в школу вместе со всем своим родом, со всеми этими отношениями, если там есть тыл, то если там есть пространство любви, то тогда он там будет ощущать себя спокойно. И это первое, это базовое. Дальше, конечно, это уже взаимоотношения со сверстниками и сама система школьного воспитания, отношения взрослых в школе, взрослых к ученикам. Когда есть уважение к достоинству человека, уважение к нему как к человеку в школе, то тогда, естественно, раскрывается. Ну, смотрите, то есть и преподаватели должны ведь помогать в этом, сообща с родителями, вместе с психологом школьным? По факту, да. Я не знаю, насколько система сейчас, потому что есть учителя и есть учителя. Как есть врачи и есть врачи. Это разное. Есть учителя от Бога, есть учителя по обстоятельствам. И здесь важно то, что в образование, в систему образования учителей входит психология. Насколько она сейчас продвигается, да? Сейчас во многих школах есть психологи. Сейчас... Ну, насколько они компетентны, чтобы вот так вот рассказать и спозиционировать вот эту помощь, как Вы сейчас нам говорите? Я знаю достаточно много... Есть психологи, есть психологи. Есть психологи, есть психологи, да. То есть я знаю достаточно много школ, в которых система психологическая, она очень хорошо развита. Есть школы, в которых нет психологов. Но сейчас, слава Богу, если 10 лет назад еще, или 15 лет назад, вот когда я начинал работать, не знали вообще, что такое психолог в школе. И психолог в школе был и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. То сейчас примерно уже и сами психологи знают, что они делают. И, естественно, люди, которые там, директора школы, завучи, и они знают, ну, с чем можно к психологу приходить. И тогда есть и существует психологическая помощь в школе. Сейчас она все больше и больше. Есть психологические центры, куда родители могут пойти вместе с детьми. Я 4 года работал в таком психологическом центре. Они есть в каждом районе. Есть городской психологический центр. Есть психологическая служба в школе. То есть и есть уроки психологии в школе. Вот недавно ввели, да, если не ошибаюсь только. Недавно ввели. То есть раньше-то ведь не было этого. Может быть, лет 5 еще назад. Лет 5 еще назад. Это только начиналось. Сейчас это все больше и больше входит в систему образования. И в систему образования не только школьную, но и все больше и больше учителя сами, они, учась в институте, у них есть курс психологии. Другое дело, что и у нас, например, в медицинской академии тоже был курс психологии. И я говорю о том, что насколько человек это включает в свою работу, эти знания, насколько он эти знания может брать, потому что есть повышение квалификации, насколько человек может брать эти знания, внедрять в свою работу. И тогда, естественно, учитель, который обладает знаниями психолога, он, это совершенно другой учитель. То есть это уже не педагог. Ну, по моим ощущениям, есть педагог, есть преподаватель, есть учитель. Педагогов назначают, а учителей выбирает сам человек. Это совершенно другое состояние. В смысле, учитель с большой буквы имеется? Учитель с большой буквы, да. Когда учителя, сам человек выбирает себе учителя. Тогда этот учитель в школе, он может быть очень знаковой фигурой для человека с детства. То есть он может быть, есть такие учителя, у которых у людей в сердце. Их всю жизнь проносят люди с благодарностью. И в какие-то моменты, естественно, вот эти воспоминания, эта энергия, она включается. И человек говорит, о, спасибо тебе, Федор Ильич, зато вот сейчас, я тогда это вообще не понимал. Но вот сейчас, 30 лет прошло, и вот оно, вот, да. Попало в точку. Попало в точку, наконец. Вот смотрите, человек растет, и учителя у него тоже меняются, в зависимости от того, как меняется сам этот человек. И вот он вырос из маленького ребенка, вырос в молодого атлета. И тут появляются какие-то свои сложности, может быть, свой учитель уже какой-то нужен. Вчера мы делали эфир, там выступал коуч, который говорил, посмотрите, кто вам нравится, и чьи результаты вам нравятся. И если вам нравятся результаты этого человека, идите за ним, смотрите, что он делает, учитесь у него. Вот. И вот все эти переходные моменты, они болезненные, они как кризисы, да. Вот что вы про кризисы скажете? Кризисы. Естественное состояние жизни. Кризис – это время перехода, когда человек из одного состояния переходит в состояние другое. И здесь во время любого кризиса, во время любого кризиса важно вкладываться в себя. Чем? Вкладываться в себя вниманием, силами. То есть здесь важно, чем я занимаюсь. Здесь важно вкладываться. Вкладываться – это телесное, это зарядка, это отдых, это новое знание, это время для себя, время для близких. То есть здесь называется, это первое внимание главными вещами. Вкладываться, например, очень многие люди вкладываются не в себя, а вкладываются, например, в других людей. Вкладываются в детей, вкладываются в дело, вкладываются… Как бы избегая разговора с самим собой. С самим собой, да. А вот здесь важно остаться наедине с собой. Страшно? Конечно, страшно. Там же неверенность, там же обиды, там же много чего. Конечно, страшно. И многим людям удается избегать встречи с собой всю свою жизнь. Потому что я туда заглядываю, а там много чего. Там есть много чувств, здесь много отношений, много страхов там есть. Очень много всего. Обиды, чувства вины, чувства стыда, чувства боли, чувства страха. И когда человек остается наедине с собой, когда я остаюсь наедине с собой, я с этим встречаюсь. И тогда есть возможность сбежать от этого, а есть возможность остановиться, посмотреть и эти чувства прожить. И тогда вот там вот человек находит колоссальное сокровище, которое называется я есть. Вот я есть вне зависимости от того, не кто я на социальном уровне, а кто я наедине с собой. Вот если я есть наедине с собой, то тогда все в порядке. Тогда я буду проявляться, проявляться и в семье, как муж и отец. Тогда я буду проявляться как специалист в социуме, в пространстве других людей. Я буду проявлять себя. Но для того, чтобы себя проявлять, важно сначала себя обрести. Вместе со всем тем, что в душе есть. Я даю себе место в своей душе вместе с хорошим и плохим, правильным и неправильным, болезненным и счастливым. Со всем, что есть в моей жизни. И тогда... То есть это принятие себя. Это принятие себя. Тотальное просто. Тотальное, да? Тотальное принятие себя. Тогда у меня есть на что опираться. У меня есть опора. Это первый очень важный момент. Что для того, чтобы быть здоровым, здоровым, чтобы быть счастливым, чтобы быть богатым, а дальше уже успешным и так далее. Нужно сначала найти то, на что я опираюсь. Опираюсь. И человек триедин. Есть тело, есть душа, есть дух. Разум. И телесно я, понятно, что я опираюсь на Землю. У меня под ногами планета Земля. Целая планета. И если я это понимаю, осознаю, то у меня всегда есть опора под ногами. Мне нужно, главное, ощутить свои ноги, встать, почувствовать и ощутить, просто подумать о том, что у меня под ногами целая планета. И ощущение моей опоры совершенно другое. Душой я опираюсь на любовь к себе, на любовь к близким, на заботу и на внимание, которое я могу давать. Я душой на это опираюсь. А духом я опираюсь на свое достоинство и на свою честность. Прежде всего, перед самим собой. И тогда это та опора, от которой можно уже двигаться дальше и создавать свою жизнь. Слушайте, ну я, конечно, вот немножечко в разрыве сейчас, молодой в истории по возрасту нахожусь, но мне кажется, вы такие ценности говорите. Как вот вы считаете, Михаил? Круто. Такая, вот вообще дух захватывает. Дух захватывает. Какой-то вопрос ваш? Да, у меня еще есть вопрос. Допустим, мы вернемся к тем же самым кризисам. Если человек, допустим, самостоятельно не может справиться с ними, есть такие вещи, как фрамаболические препараты, фабазол и так далее. Адаптол. Есть ли смысл применения данных препаратов ввиду таких кризисных ситуаций? И вообще, как они влияют? Я вот разверну еще вопрос. Вот как они влияют? День на организм, да. Вот с позиции наших новых сейчас знаний, как они влияют? Когда есть кризисная ситуация, и человек не знает, что делать, то... В первую очередь, наверное, сейчас у нас люди бегут за таблеткой, то есть не могут самостоятельно справиться. Любые таблетки влияют симптоматически. То есть они влияют на симптомы. Есть причина. Есть страх человека. Человек боится. Это естественно. Есть люди, которые могут этот страх проживать и в нем действовать, брать силу этого страха и действовать. Есть люди, которые со своими страхами начинают бороться. И тогда силы уходят не на создание нового, а на то, чтобы бороться со своим страхом. Вот у меня страх поднимается. Я его подавляю, и получается, что я борюсь сам с собой. Вот эту борьбу я ощущаю. Вот эту борьбу. Я ощущаю и осознаю. Я чувствую напряжение. Для того, чтобы мне это напряжение не чувствовать, я беру таблеточку, продолжаю бороться с собой, но я уже этого не замечаю. Чаще всего, если ситуация хроническая, если она не заканчивается, ситуация кризисная, то человек начинает ощущать потерю сил, потерю энергии. Он устает. Эмоциональное истощение, да? Эмоциональное истощение. А для того, чтобы радоваться, для того, чтобы чувствовать счастье, нужна энергия. Банально. А если энергии нет, то человек радоваться не может. А если человек не может радоваться, он новые впечатления, новую подпитку не берет. И здесь важно не симптоматически подавлять, потому что симптом – это сигнал. Симптом. Я подношу руку к газовой плите, и у меня здесь становится жарко. Это симптом. Я подношу ближе, я здесь чувствую боль. Это симптом. Он мне говорит, убери руку. Если ты будешь дальше туда руку подносить, ты сначала обожжешься, получишь разжог. А если ты будешь там это держать, то у тебя рука сгорит. И симптом – это не то, что нужно подавлять. Это то, чему нужно радоваться. Если голова болит, так можно выпить таблетку, можно спросить, о чем у меня голова болит? О чем? И всегда есть ответ, что моя голова болит вот об этом. У меня есть какая-то ситуация, у меня есть какое-то событие, у меня есть какая-то встреча, у меня есть какие-то незаконченные дела. Это значит, что любые симптомы, они за меня. Они против, да? Они против, они мне подсказывают. Сделай вот так, обрати внимание на это. И тогда я обращаю внимание, я действую по-другому. Я куда-то смотрю, я что-то начинаю слышать, я что-то делаю, я куда-то иду, или откуда-то я ухожу. Я что-то начинаю или что-то завершаю. И тогда удивительным образом симптом проходит. Вот. То есть, для того, чтобы понять этот, о чем вот этот крик души, крик тела уже, есть специалисты, которые помогают в этом разобраться. Это психологи, психотерапевты, которых сейчас достаточно много. Можно выбирать специалиста для себя, вот, по своей душе. А как его узнать? Кто он должен убить? Кто именно тебе подойдет? Мне подходят те люди, рядом с которыми я начинаю глубже чувствовать себя и глубже себя осознавать. Я выбираю таких для себя психотерапевтов, рядом с которыми я могу продвигаться туда, куда для меня важно. У меня несколько таких человек, и я понимаю, что вот к этому специалисту я иду вот за этим. А к этому я иду за этим. А к этому я иду за этим. То есть, для меня важно в выборе психотерапевта это доверие. Доверие, прежде всего, к себе. К себе. И насколько я ощущаю глубину этого человека, его мудрость, его знания. И здесь важно, что я не ему доверяю, а я себе доверяю. Своим чувствам. Рядом с ним. Да, рядом с ним я начинаю глубже доверять себе, глубже себя понимать, осознавать, чувствовать и делать. И вот это вот тот человек, о котором Анна говорила, тот человек, которого я смотрю, и мне тоже хочется двигаться. Мне тоже хочется постигать, преодолевать, начинать делать. То есть, тот человек, жизнь которого меня вдохновляет, и я вдохновляюсь, когда я на него смотрю. Это прямо как любимый человек или любимая работа, да? Ну да. Да. Это любимая работа, когда я вдохновляюсь тем, что я делаю. И когда я нахожу такого специалиста, рядом с которым я вдохновляюсь на что-то новое, тогда это очень здорово. Тогда это уровень, это уровень мудреца, к которому люди ходят, это уровень бабушек и дедушек. Раньше на Руси главными психотерапевтами были бабушки и дедушки. Пришел к деду, сел, дед сказал, посидел, выслушал, все, спасибо, дед, и пошел. Или бабушка. И вот это очень ценно. Это очень ценно, как и многое то, вернее, все то, о чем вы нам поведали, Владимир Дмитриевич. Это был Владимир Дмитриевич Нужный. Я считаю, что информация от него была просто вау. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, ребята. Спасибо, Михаил. Спасибо, Евгений. Я надеюсь, вам было полезно и вообще здорово, да? Да, конечно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok